О том, что территория школы уменьшилась сразу на 1500 квадратных метров, учителя и местные жители узнали лишь после того, как на участке появилось ограждение. Как впоследствии и выяснилось, Аким сельского округа Карасу Турсын Абдраимов одну часть земли передал в аренду сроком на 48 лет, а вторую – под строительство коммерческого объекта. Педагоги с 40-летним стажем без слез не могут говорить и вспоминают, как в 1985 году здесь возводили парк Бибучелек. Вот эта земля все время была школьная. Дети играли там? Да. Там перед нашим домом, участок, мы даже рады были, что дети танцевали перед нашим домом. Вот представитель всегда их учил танцевать. 20 лет кружок танцевали, драматический кружок. Нам дети не надоедали никогда. На сегодняшний день территория школы составляет 2 гектара и 43 сотки. К большому сожалению, руководство школы, зная о том, что ведется подготовка необходимых документов для приватизации земли, не приняло никаких мер. Лишь после громкого, в прямом смысле этого слова, вмешательства аксакалов и местных жителей, дело получило глазку. Мы все знаем, как вы приобретали эти земельные участки. И местные жители не дадут вам даже одного квадратного метра этих земель. Все ваши действия незаконны. Граждане, желавшие присвоить школьные земли, и сами понимали, что их действие незаконное. Судя по всему, именно поэтому на протяжении долгих лет здесь не начинали строительные работы. Теперь же, после таких разбирательств, псевдособственники решили вернуть земли народу. Я отдам, я говорю, но дело не так надо ставить вопрос, понимаете? Все, все, понятно. Я эту землю для детей, для школы возвращаю. Только таким образом, встретившись и высказав все в глаза, псевдовладельцам, местным жителям, ветеранам-педагогам и аксакалам, Мартобе удалось вернуть участок земли школе. Теперь он находится на балансе каратаусского акимата.